Вас интересует, что такое храп по взрослому и как провести его лечение? Ну, храп по взрослому, у него имеются взрослые причины для его возникновения и очень взрослые осложнения. Ну, основная причина храпа по взрослому, это биологическая старость мозга. Когда мозг не может посылать нужное количество импульсов на периферию, язычок, когда вы откроете рот, там висит такой язычок, он начинает более активно провисать, болтается, во время храпа идет отек, замыканется дыхательное горло, и человек перестает дышать. Это самое частое осложнение храпа по взрослому. То есть, когда человек храпит, он фактически кричит о помощи, просит помощи, помогите мне. Как только человек перестал храпеть, это знак равенства ставим, он перестал дышать. То есть, у него так называемая респираторная апноэ или дыхательная пауза, которая может продолжаться, ну, десятки секунд. У некоторых может продолжаться несколько минут. То есть, это очень опасное для жизни состояние, но не самое опасное. Более взрослое, более опасное для жизни состояние, в этот период времени может еще и остановиться сердце. Причем асистолия, то есть остановка сердца, может продолжаться десятки секунд. И это очень опасное для жизни состояние, потому что если вдох человек все-таки в конце концов сделает, то запустится сердце или нет, не знаю. Именно поэтому с храпом связаны ночные инфаркты, остановка сердца, смерть от острой сердечной недостаточности в ночное время. Она чаще, чем в 3-4 раза, чем у обычного человека. Поэтому, когда человек храпит, то нужно, в принципе, понимать, что это опасное для жизни состояние. И храп по-взрослому обладает взрослыми осложнениями. Но взрослыми такой храп может возникнуть в любом возрасте. Скажем, ожирение может быть связано. Может появиться и в детском возрасте, и появится взрослый храп в этом возрасте со всеми его неотидными последствиями. Вейда суистоидистония тоже возникает, к сожалению, не в преклонном возрасте. Она может появиться у подростков, у молодежи. То есть, это не проблема. Вот там тоже фактически мозг не получает свой кислород и не может правильно управлять периферией. Поэтому тут тоже могут быть взрослые осложнения вне зависимости от возраста. И все риски тоже с этим связаны. Поэтому, если вы четко знаете, что нет патологии верхних дыхательных путей, которые вызывают храп, то, скорее всего, что причина в другом, причина в слабости мозга. Поэтому лечить нужно мозг, нужно помогать ему управлять периферией. А для этого нужно вылечить те заболевания, которые к этому привели. Это может быть и ожирение, нужно побороться с ожирением. То есть, грамотно снизить вес. Может быть, вейда суистоидистония нужно полечить. С ее страхами, тревогами, депрессиями, снижением работоспособности, синдромом хронической усталости. Может быть, нужно полечить печень. Потому что большинство метаболических процессов завязано на работе печени. Потому что от нее на 100% зависит питание вашего организма. И на 70% очищение, то есть омоложение. То есть, это комплекс проблем. И не нужно бороться исключительно со звуками, которые производит храпун. Нужно помочь ему вернуться в тот биологический возраст, из которого он давно уже вышел. Вот когда вы проведете комплексное оболожение организма, храп исчезнет сам по себе. Потому что, когда человек внезапно стареет. Усталость, тяжелая работа. Человек пришел и после этого храпит. Любая интоксикация. Не важно, человек съел какую-то гадость, или выпил какой-то ненатуральный напиток, или ударил свой мозг большой дозой алкоголя. После этого обязательно будет храп. Это все усиливает храп. Это все проявляет храп. И не видеть этого нельзя. Бороться только с храпом. Да, прекрасно. Да, человек не крапит, окружающий спят спокойно. Все остальное, куда денется? Как оно само вылечится? Поэтому, если вы понимаете, что храп это не просто так, это серьезная проблема, обращайтесь. Контакты вы видите. Я готов вам помочь.